Всем привет! Сегодня солнечный день и я решила показать вам свое хозяйство. Я знаю, что те, кто меня смотрит, любят смотреть на коров, любят смотреть, из чего я произвожу сыр, когда я этим занимаюсь. Вот эти коровы в данном случае у нас дойные. Мы сейчас рассматриваем вопрос про то, чтобы поставить их весной на подсосе. Ну, посмотрим. То есть пока вот сейчас зима, я рассматриваю разные варианты, что же нам делать со своим хозяйством. Вот она, у нее очень красивая окраска шерсти. Это у нас белая. Они все коровы не дуются, поэтому, как видите, ведут себя совершенно свободно, кроме мышки. У нее есть теленок, которого мы кормим, который, я не знаю, то ли мне продать, то ли оставить. И вот здесь они сейчас, как видите, разбрелись по базу, ходят, отдыхают, гуляют. Сегодня, еще раз говорю, теплый день, почти безветренный. Вот здесь у нас рядом стоит носик, сейчас я ее пригоню, она должна скоро отелиться. Друзья, не очень-то она хочет сниматься, я ее еле-еле притащила. Вот эти рога, которые у нее в разные стороны, это потому, что когда она была телочкой, и у нее были совсем маленькие рожки, она об стенку повредила, и он стал расти у нее совсем в другую сторону. И вот из-за этих рог, она, конечно, рогов, она очень заметна, один вверх, другой вниз. Ну, такие дела, я просто хочу, чтобы ее было видно. Друзья, опять хочу вам показать тележку Чаишенко. Вы знаете, вот все-таки настолько хорошая вещь, вот эта телега муравей. Смотрите, в этот раз у нее есть вот два таких бака. Баки очень крепкие, из такого прочного пластика, и швы у них здесь сварные, что делает эти баки такими, знаете, очень устойчивыми, прочными и долговечными. У них очень большой срок службы. Мне очень нравится, что сейчас вот на ней есть баки. Хотя, так как вы видите, сейчас у нас зима, ну просто нечего возить. И я собираюсь снять их с тележки, посмотрите, на вот эту тележку Икспром. Помещается их целых два. На старую тележку один бак. Конечно, помощница по хозяйству, она просто прекрасная. Мы делаем на ней все, мы возим всякие грузы. Вот сейчас в данном случае я собираюсь снять баки и перевести на ней солому. Она очень вместительная, стоит у нас на улице. Посмотрите, с ней ничего не случается. Краска у нее на самом деле очень хорошая. Друзья, вот такая тележка муравей. У меня это новый вариант тележки. Есть также старая, которая отслужила нам также благополучно. Три года замечательная. Мне очень в ней нравится, что она очень маневренная. То есть она может вот так крутиться на месте. Смотрите, какой у нее маленький радиус разборота. Если вы надумаете покупать тележку для хозяйства, обратите внимание на муравей. Ну вот такая просто шикарная. Мы стоим и считаем сено. Вот этого сена в рулонах хватит на январь, так сказал мой муж. Здесь сено было куплено 21 800 рублей за рулон. Укос где-то августа месяца. Ну вот он считает, что это на январь. В принципе, уже неделя января прошла. И то, что во дворе на февраль. Сейчас возьмем очередной рулон и откатим коровам. Рулоны мы сюда грузили погрузчиком. А снимать приходится вот так. Главное, чтобы рулон не раздавил вот эту тележку Чаишенко. Опс! Вот, можно его, конечно, катать. Трава, ну вы сами видите, еще раз говорю, августовский. Это у нас укос. Ну да, августовский. В августе у нас многие косили. Был неурожай у нас на сено в этом году. Ну что, будем закатывать на тележку. Тут даже еще и зеленая трава встречается. Ну так вот, если оставлять коров на подсос, то я уже считала, если сдавать молоко, как оно сейчас стоит, по 20 рублей за литр на молоковоз, это будет то же самое, чем если ты купишь два теленка под корову. И вот она у тебя будет его 8 месяцев выкармливать, ты потом его зимуешь, либо нет. Ну, в общем, вот 150 килограмм, если он вырастает таким убойным уже весом, то, в принципе, то молоко, которое ты его скармливаешь, ты возьмешь мясом. Это уже считано, пересчитано миллион раз. Мы выращивали телят на подсосе. Не знаю, может быть, мы оставим скотину на подсосе, если найдем пастуха. На подсосе чем хорошо? Тем, что, ну, не надо доить их. Два теленка высасывает коров на раз. Коровы, тем более, у нас такие невысокоудойные. Вот эта зайка, она вообще у нас мамаша многодетная, она кормит всех. Сейчас я вам еще морковки принесу. Конечно, любой корове теленка на подсос не купишь, потому что, еще раз говорю, если она у вас высокоудойная, ну, просто-напросто телята не будут высасывать, особенно пока они маленькие, все молоко, которое в ней есть, у коровы будет мастит, корова пропадет. Но так как у нас коровы, я уже сказала, они все дают до 20 литров молока, то вполне, вполне нам можно телят покупать запросто. Но это в том случае, если найдется пастух. В общем, я ничего не знаю, мой муж очень хочет оставить коров. Ну, вот, как говорится, знаете, хотите, выбирайте. Либо выгода, либо чтобы человек был занят любимым делом. Это для него, как такой, знаете, своего рода шейпинг. Спортзал. Вот эта корова с кривыми рожками, которую я пыталась к вам подвезти, видите, подошла, ей тоже хочется есть. Видела это? Что? Телиться хочется. Ну, я и говорю, ты про носика, про этого говоришь. А, вот. Ну, я не вижу, что у нее прям признаки, что она будет телиться. Где ты их нашел? Да, ну. Кто там что вывернулся? Ну, нет, не скоро она будет телиться. В имя, говорит, наливает. Да, ну. В какой ближайший? Месяц, не меньше. Нет, я все время определяю по вымене. Ну, бывает, конечно, что старые коровы набирают его в имя как-то быстро. Нет, не будет ему сейчас телиться. Он мне сказал, ой, вот-вот, корову, вот-вот. Ну, как же, нет. Не будет начали телиться скоро. Да, мышка. Мне, конечно, интересно иногда читать комментарии некоторых комментаторов, которые пишут, ой, а у вас коровы лохматые. Вы привыкли, что у вас там в средней полосе коровы лысые? У нас когда была галштинно-фрисская порода, красно-пестрая, она, да, у нее шерсть была прям лысенькая. А вообще, наши породы, вот, которые помешанные с местными, они всегда вот такие лохматые. Ну, естественно, соответственно, они нормально зимуют с такой шерстью. Вот, видите, у нас лысых коров, друзья, не бывает, не бывает у нас лысых коров, поэтому зря вы пишете мне такие комментарии. Друзья, под этим укрытием зимует у меня клубника. Я хочу посмотреть, как она себя чувствует. Дело в том, что, видите, не получается у меня открыть материал для того, чтобы ее засыпал снег. Как-то вот, я не подумала, что вот эти бревна, которыми прикатан вот другой край, видите, они примерзнуты. Теперь у меня материал намертво пристал к земле, но у меня надежда на то, что я все-таки засыпала навозом вот эти кустики, которые нам растут. И как бы я ни пыталась туда заглянуть, у меня ничего не получается. Вот так. Ну, то есть, конечно, лучше, чтобы все это было прикрыто снегом. Я не знаю, если будет ближайший оттепель, мы обязательно откроем материал и сделаем то, что нужно. Ну что, друзья, да, после того, как я пришла от животных с база, засняла вам небольшое видео, я теперь сажусь за предение. Меня в свое время научились создавать. Я могу создать красивую пряжу, я могу создать пуховое изделие, я могу создать сыр, тушенку, колбасу, я могу создать прекрасный канал с хорошими видео, чтобы вам было интересно. Но в данном случае, после того, как я себя так немного похвалила, вот, буду садиться прясть очередной заказ. Я за него еще не принималась после Нового года. Это, считай, вот мой первый, первый опыт, можно сказать, так будет. Не знаю, сколько пуха, потом завешу. Друзья, вот такой серенький пушок. Будем прясть его в ниточку, я не буду вам показывать процесс, у меня таких видео много на канале. Вот, посмотрим, что у нас получится. Сейчас, как только заработает почта, и мне опять подпишутся клиенты, я отправлю тот заказ, который я пряла до этого. Козочки мои, я их сегодня начала снимать, они потом сбежали. Вот, и поэтому в кадр они не попали, но зато вы видели много коров и так далее. То есть, да, вот сейчас я занимаюсь вот этими двумя делами, а именно приду пух в основном, ну и так иногда выхожу к коровам, потому что молока сейчас мало, да, я вам забыла заснять теленку, мы его еще не продали, но я думаю, что все-таки продадим. Вот как-то так обстоят дела в нашем хозяйстве, я знаю, что многих это интересует, поэтому я вас сегодня засняла такое видео. Дальше поедут видео, скорее всего, про колбасу, про тушенку мне надо доделать мясо, может быть про хлеб, но что-то такое жутко полезное, конечно, про огород. Я не зря сегодня заглянула в грядку с клубникой, вся остальная клубника у меня не накрытая, просто растет в открытом грунте, и я ее просто завалила снегом. Друзья, сейчас я вам коротенько покажу, для тех, кто только пришел, как все это дело придется, как только я продаю теленку, я так хочу уже сделать сыр, он мне уже, вы знаете, начинает сниться. Хочу разную-разную качету. О, все, поехала. Со всякими добавками, с пожитником, можно с орешками, можно с паприкой. А что-то самый простой сыр, вот как по мне. Мне нравится его делать так, друзья, вот не садилась несколько дней, ну как несколько дней, недели, наверное, может быть дней 10. За обредением мне тяжело наладится, у меня не получается нитка, так всегда бывает. Надо хорошо вот закрутить, чтобы оно здесь зацепилось. И тогда уже дела пойдут. Вот такое коротенькое видео у меня сегодня. Пишите, сейчас она порвется. Порвется, порвется. Надо ее еще сильнее закрутить. Пишите, чтобы порвался. Вот видите, пока я настроюсь, на самом деле, когда руки теряют память, это тяжело пока, ну вот это вот настроится, понимаете, пока вспомнится, пока, пока, в общем, пока все это получится, сначала всегда тяжело. Я сейчас попробую намотать вот здесь, вот подальше, от основания. Потом главное не упустить. Вот все, вот все получилось. Теперь дело должно пойти на лад. Друзья, всем пока. Попридение на самом деле так затягивает. Очень, очень, очень. Все. Все, друзья. Пошло, пошло, поехало. Всех еще раз с наступившим Новым Годом. Всем добра, здоровья. Идите, посмотрите мое полезное видео про яичное масло от ожогов. На самом деле, хорошее. Правда, правда. Мне нравится. Им можно пользоваться и в косметических целях, и лечить какие-то рады. Хотя некоторые пишут, что он не помогает. Но вообще, вызов о нем очень много, очень хороших. Вот такие дела, друзья. И под конец я вам поставлю небольшой сюжет про то, насколько выгоднее на базе покупать стеклянную тару. То есть банки для тушенки я последний раз покупала на базе. У меня этот сюжет висит. Я никак не могу никуда вставить. Но это просто вам рады интересы, что такое склады, где закупаются, затариваются вот такие мелкие магазинчики. Потому что кроме вот этих вот больших супермаркетов, этих магазинов сетевых, есть еще маленькие частные магазинчики. Но вы понимаете, что у них же нет централизованных поставок. Они должны где-то брать продукты. Вот есть такие продуктовые, оптовые базы, хозяйственные товары, где продаются. В общем, ты туда заходишь и можешь купить все, что угодно. В данном случае я купила там банки для тушенки вместе с крышками. И они в два раза дешевле, чем я бы покупала вот в нашем местном магазине. Если у нас они в магазине стоят 29 рублей, то там 14. Ну так, и на этом всем пока. Друзья, мы заехали на базу. Здесь есть все. И я тут хочу посмотреть банки с крышками. Вот первый склад. Может и не быть. Такое может быть запросто. Да-да, винтовые, винтовые 0,5. Почем они? Твой подарок. Перчатки вот эти одноразовые есть, которые... Есть, да? Дешевые вот эти. Да-да, вот давайте. У нас от 60 рублей стоит упаковка. Так что давайте мне. Это они почем штука получается? 3,40. 140? 140 штук, да. Маски 3 рубля такая и 4 рубля черная. Откуда ездить? В Силовле. Тут не так что-то далеко-то. Ну у нас всегда наценка была нормальная, но я на базе давно не была, у меня магазин-то давно нет. Но я не думала, что такая наценка на банки вообще. Я говорю 29 рублей вместе с крышкой. Вдвое. Но я думала, они процентов 30 накручивают, но не 50 же. И Тая-да. Она застарковка. Я готовил конкурса. Она застарковка. У меня и мальчик. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»